Сегодня в гостях «Капсомольская правда» победители шоу «Четыре свадьбы» Елена и Антон Франчук. Много очень вопросов вам прислали, поэтому сразу начну с тех вопросов, которые пришли к нам по интернету. Руслан задает вам такой вопрос. Лена, в начале передачи ты сказала, что свадьба будет чисто донецкая. А в чем эта донецкость выражалась? В чем фишка? А ресторан «Шарм» он такой донецкий, красивый ресторан. Я просто нигде более, где одна свадьба, более красивая. Не то, что мой ресторан, нет, но более красивого такого ресторана, богатой обстановкой. Но всем-всем-всем я не видела. Поэтому я считаю, что Донецк лучше, и поэтому ресторан был такой красивый, такая фишка. Можно я добавлю? Да. Я считаю, что свадьба чисто донецкая. Мы убираем чисто и оставим просто «свадьба донецкая». Почему? Для моего слова, потому что на ней 100% людей говорили на русском языке. Только поэтому она была донецкой. А в меню это как-то выражалось? Что-то было? Какие-то блюда именно донецкой? Донецкой? Нет, я изначально говорила, что девочкам у нас европейские стандартные блюда, поэтому ничего такого не выражалось. Котлеты по-денбасски опять же. Да. Были же, да? Может быть, это. А девочки попробовали эти котлеты? Они все попробовали. Еще вещи карманы? С собой, да. Хитрые вещи девочки. Кирилл задает вопрос. Антон, Лена с победой. Скажите, просто интересно, кто у вас в семье главный? Судя по серьезности лица Антона, он, а по темпераменту Лены, она. Решение об участии в проекте принимали вместе или это была чья-то личная инициатива? И как вторая половинка отнеслась к какому предложению? Я помню момент, 1 апреля. Я что-то на работе, ты мне звонит Антон, вот Лена. Готовься, мы прошли четыре усилия с тобой в отборе. Я говорю, ну как, Антон, я говорю, 1 апреля, разыгрываешь меня, что ли? Нет, я серьезно, я отправила заявку, мы прошли, все нормально, будем участвовать. Ну как, ты готова? Ну ты, твое решение, как-то будем, мы с тобой участвуем, нет. Последнее он дал слово за мной. Поэтому было у меня право, мы будем участвовать, попробуем свои силы. Да, в наших отношениях мы пытаемся поддерживать консенсус. То есть, есть такое, знаете, правило, лин-вин, чтобы обои выиграли. Нельзя сказать, что кто-то из нас главный. Мы всегда советуемся друг с другом, как мы заволимся, советуемся перед какими-то решениями. Мы двуголовая змея, ну и дракон, как хотите. У вас цифра 2 доминирует, я смотрю, да? Два года повстречаемся, потом поженимся. Да, на котором было, Лена, он сразу предупредил, два года. Ровно через два года я тебе сделаю предложение руки и сердца. А почему именно два года? Что такое два года? Ну, для него это был как бы такой подъем, стат, всего. Вот он знал, что через два года он уже сможет, видя предложение, как бы он будет такой более самодостаточный человек, уже сможет сдержать семью. Можно я отвечу, почему я пришел два года? Лена, конечно, она все знает про меня. Я думал, что за два года можно хорошо узнать человека и дать какую-то определенность ему. То есть за два года можно было бы расстаться и найти что-то другое. Я говорю, что Лена могла так же, точно так же с вами поступить. Но два года это такой срок, когда можно определиться за два года. То есть поэтому идут. Ну, а вы не побоялись, что вот часто бытует такое мнение, что с течением времени чувства как-то затухают немножечко и вот как-то обыденность уже захлестывает? Вы не побоялись, что вот за эти два года ваши романтические отношения пройдут и что тогда? По сути, так оно и произошло. Ну, нельзя сказать, что романтические отношения ушли. То есть с самого начала наши отношения были... Мы договорились друг с другом, что всегда мы друг другу друзьями прежде всего. Друг другу друзья. Мы так и остаемся друг другу друзья прежде всего. И любовь тоже у нас присутствует. Конечно. Ничего абсолютно не изменилось с того дня, как я пришел. Но все равно мы друг другу постоянно говорим какие-то добрые слова, постоянно говорим о нюансах. Да, это просто. Вот тут в продолжении темы Лада задает вам вопрос. Лена, Антон, скажите, чего в ваших отношениях больше, прагматики или романтики? Я считаю, что, конечно же, как в жизни любого человека адекватного, адекватно я его чертюю, больше прагматики. Ну и, конечно, без романтики, это как без черного нет белого. Точно так же без прагматики нет романтики. Ну, где-то так. Такой вопрос от Галины. Лена, после просмотра программы ты заметила недостатки в своей свадьбе? Если да, то какие? Да нет, ну как? Каждая невестная, наоборот, на нее это самое лучшее на 100% на 25 баллов свадьба. Ну, нет, я не заметила. Каждая девочка, она недостойна нулей, как я считаю. Я нулей не ставила никому. Ну и, прежде всего, моя свадьба на 20 баллов. У нас был первый танец, так себе, честно говоря. Ну, это просто был такой небольшой стресс. Мы планировали одно. А когда я померила платье, у меня свадьбу совсем другое. Поэтому мы экспериментировали прямо на самой свадьбе. И получилось вот так себе. Ну, то есть, вот тот танец, который вы репетировали 4 месяца, по-моему, да? 4 дня. А, 4 дня. Это была деза. Да. К сожалению. 4 дня мы репетировали дома. Репетировали? Ну, такое ощущение, как будто 4 месяца. Да, для нас прошло. Очень, да. Но все равно мы молодцы. Постарайтесь. Победителей не судят. Да. Такой вопрос. Лена, уже после проекта можешь признаться, чья свадьба из соперниц тебе понравилась больше других? Кстати, не возникало желания запустить ни к чем-то тяжелым? С темы собрались еще те. А ты, молодец, не посрамила родной Донбасс. Честно говоря, у нас, я не буду говорить личности, но хотя на финале одной девушке признать пока шампанское лицо, мы ее пожалели. Красное было шампанское, все-таки жалко одежда моей девушке. Нет, ну, это такой человек, не конфликт, не хотелось, не кину, там, бортом зырить, чем-то более тяжелым. Ну, а свадьба у каждой, конечно, девушки что-то было интересное свое. В Кировограде было много еды, ничего нечего скрывать, такая пища, что мы как колобки выходили после свадьбы. Выкатывались. Выкатывались. И в Патторе, ну, что-то такое более нежное, с красным стилем была свадьба, потому что такое необычное. А пчеланцы больше колорит, прям, ландал, там, что-то румынское с украинским. Такое интересное, веселое, хороводовое, снациональное. Вот это было очень интересно, много потенциально было. Ну, в каждой свадьбе было что-то свое, какие-то свои воли. А в нашей были котлеты Барабаски, как мы уже говорили. Я не совсем поняла, почему вы в Паттории так долго ждали? Вас не встречал никто, наверное? Нас не ждали, потому что мы сначала в 12 часов нам позвонили, мы с девочками стояли, в 12 часов должна быть свадьба. 2 часа нет свадьбы, 3 минуты, кто-то переругался между собой, там, подумали. Ну, просто что-то, видимо, задержалось, что-то, видимо, не пошло не так, не спонировано. И поэтому до 4 до 5 часов свадьбы не было, мы бы стояли. Вопрос от Олега. Елена и Антон, какие у Вас есть увлечения в жизни? Что помогло Вам победить? Победить? Победить то, что Антон послали на Лену, мы с тобой не победим, готовься. И поэтому эта подготовка помогла нам победить. Я считаю, что нам помогло победить вот Лена. Это была не битва от 4 свадеб, организаций, танцев, блюд. Это была битва от 4 девушек, можно сказать. И вот Лена выиграла, то есть не наша свадьба победила, а выиграла Лену. Ну, так. И вот в продолжении темы такой вопрос от Славы. Елена, Вы на проекте оказались самой честной невестой. И как же Вам удалось победить? Просто я считаю, но я еще раз повторюсь, ни один человек не достойный нулей. Есть платье, это уже не ноль для человека. Есть еда, это не ноль. Уже какая-то организация, это тоже не ноль. Поэтому я оценила более адекватно. Где-то даже, может, выше ставила другим девочкам оценки, чем они мне, чем другим. И я не повелась на то, что, как говорится, всем нулей, под номером зайдемся. Я на это не повелась, как бы я не захотела. Ну, я думаю, это сыграло свою роль тоже большую. Ну, если так разобраться, из 25 баллов ты ставила 9 максимально. Ты считаешь, что это договорно отзывало? Ну, надо договориться тому человеку, который это заслужил. А по условиям самого шоу, разве можно было договариваться? Ну, в том-трое дело нельзя было договариваться. Но этот человек, он нас спровоцировал на ней, спровоцировал девушку на свадьбе. Завел ее сюда слез. Она считает, ну, нельзя было так делать. Коварный человек, я хочу... Такой вопрос опять же о вашей свадьбе. Елена, Антон, кто из вас был при организации свадьбы главным креативщиком? Креативщик? У нас все столько делалось в последние дни, настолько спонтанно. Все. Антон в последние дни вообще мотался где только можно. Эти ботонерки. Большое спасибо нашим родителям. У них тоже большой вклад вложили в нашу свадьбу. Даже, ну, больше даже часть, чем мы. В сердце и в душу вложили. Наша дружка опять же. Наша дружка тоже нам помогла. Чтобы я делал без нее. Спасибо, я огромное. В последние дни, в последние дни с вами. Ну, как бы мы вместе все. Мы ходили все вместе, выбирали. Вы кетик вместе, ботоньерки вместе. Ну, кромпы платья. Я даже с Антоном выбирала одежду, на которой он пойдет на свадьбу. Да, я хотел бы его красиво, но реально хотелось. Стояла и все-таки был красавчик. Видите, я думаю, что раскрывается, кто у нас главный все время. Да, постояла. Что же ты сделаешь? Что же сделаешь? Все-таки это так. Такой вопрос. Что изменилось с того момента, как закончилась передача? Закалило ли вас это шоу в плане более крепкой любви? Для чего вы участвовали в этом проекте? Ради путешествий или чтобы что-то доказать? Ну, прежде всего, наверное, Антон изначально у него реклама, путешествия. Мало ли, вдруг мы не поедем никуда. Что значит? Ну, мы сначала не думали, не поедем или нет, сто процентов. Ну, отправила ты заявку. Ну, как бы, мы не ради того, чтобы попасть на шоу, попасть на телевидение, участвуем. Нет, не было этого у нас такой задачи. Прежде всего, хотелось, наверное, больше путешествия. Нет, ну, просто мы показали, не показали наш интервью. Вот мы, я лично говорил, что цель не путешествия. То есть мы путешествия и так поедем. И понятно, наверное. Попасть на телевидение, что мы уже были после наших свадебных путешествий. А суть всего этого, как бы, нашего приключения была, сделать что-то необычное. Вот мне все говорят, зачем? Вот зачем ты сделал эти муки? Ну, а кто еще участвовал в передаче? Я не знаю никого. Вы знаете, Квадин? Ну, мы решили, если получилось. Да, мы решили, вот и все. Теперь приятно, когда мы все всеукраинные, слава вывода на стиле пишут, занят, пишут. Это очень приятно. Вот это там стоило. Задает вопрос Эдуард. Гена, у меня немного неожиданный вопрос. На всех четырех свадьбах какое самое оригинальное блюдо удалось попробовать и где? И вообще, из всего-всего произошедшего, кроме того, что ты сама стала женой, что заполнится на всю жизнь? Я скажу, а мне тортик понравился. Мне очень понравился тортик. Я съела очень много кусочков чайноцаха. С вами был не такой сладкий тортик, а был тортик, я просто знаю, не видишь, чайноцах очень любят этот чайночный торт. Так что, Эдуард, очень вкусный чайночный торт. Потом больше всего, если с вами не понравилось. Лена, вам часто говорят, что вы настоящая красавица. После проекта стали узнавать на улицах, а Антон не ревнует? Буквально сегодня, единственный раз, я шла по улице, девушка с малышкой гуляли. Они говорят, девушка, этого не вы случайно, это не донецкая девушка с четырех весель. Сегодня буквально узнали меня. Антон, ну не знаю, может где-то чуть-чуть ревнует или показывает. Нет, а в смысле ревновать? Это моя жена. Да, в смысле ревновать, я не вижу смысла. Лена, просто повода не дает. Ну, давайте скажем, что да. Такой вопрос от Анны. Ребята, дайте совет, пожалуйста. Собираюсь послать анкету на этот проект. Сомневаюсь, с одной стороны хочется попробовать, с другой боюсь, что свадьба уйдет на второй план, уступив место съемкам шоу. С какими трудностями реально пришлось столкнуться и стоит ли игра свечет? Когда ты находишься на своей свадьбе, ты забываешь про все, про девушек, про камеры. Ты вообще не думаешь, ты только думаешь, что ты на свадьбе, ты невеста. Ты не думаешь, что тебя снимают, кто-то там суждаёт твоё платье имени. Но всё равно в этот день. Ты только думаешь о самой себе. Но честно, это был очень сложный путь. На всех свадьбах очень было мне сложно, тяжело. Но финал стоил того. Если девушка вы отважная, Анна, то попытайтесь. Отправьте. Такой вопрос от Марины. Лена, показалось, что ты как-то так хитро втёмась в доверие к соперницам, что они изначально не воспринимали тебя как серьёзного конкурента. Это была такая тактика? Или ты в жизни добрая, пушистая и неконфликтная? Как ты вообще умудрялась общаться с этими гирами? Я скажу так. Многие знакомые на следующий день перезвонили после передачи, когда девушка из Крымограда, Инталию, она сказала, «От, Лена, она вот вообще, я поражаюсь, она настолько из себя делала такую пушистую, вообще нет слов. А на самом деле... А все мои знакомые мне перезвонили, вот она просто тебя не знает, ты же на самом деле такой человек». Как бы я, действительно, на самом деле такой человек, неконфликтный, и поэтому, видимо, доверие, тёмность. Что они со всеми все со мной подружились, ну, поставили мне высокие баллы. Можно, можно я добавлю? Ну, я бы сказал, что не только Лена делала вид на передачи, что она такая пушистая и добрая. Я и делала вид. У меня в жизни делала вид, что она добрая и пушистая. И все верят. Вид не делают, как на самом деле. Да, все верят. И такой вопрос, опять-таки, о ваших соперницах Нина задаёт. Лена, кто из соперниц раздражал вас на проекте больше всего? Знаете, мне пришлось со всеми девушками пожить во всех спальниках в одном номере. То есть, как бы, каждый раз я совсем, ну, вроде бы, сдружились, все в порядке, одна на другую, наговорили много слов, поверил кто-то кому. Ну, и в конце я сдружилась с Евпаторией, с Евпаторией, с девушкой Екатериной. Как бы, мы общаемся с Черноцовской, с Екатериной, с Екатериной, с девушкой. Ну, с этим мы были людьми, я более всего сдружилась. Ну, мы с Татарей, мы не общаемся. И девчонки тоже, наверное. И вообще не общаются. Потому что в конце это... Да, мы все в трём не общаемся, с девушкой с трём. Вопрос от Алы. Леночка, ты была лучшая, всё по справедливости. И гости у тебя были самые душевные, и ты относилась к происходящему, скорее, как к игре, никому не желала зла. Молодец. Скажи, а съёмочная группа сильно мешала своему... Абсолютно не мешает. В том-то и дело, что съёмочная группа, они только ставят камеры на девушек, которые с пылом на всех трёх невест, будущих, кроме самой невесты. Абсолютно никто не мешал. Я их не замечала. Проект поставлен на то, чтобы в день с плавой невесты не мешать. Поэтому мне съёмочная группа не мешала. Я её даже практически не замечала. Ребята, тут вот вопрос я задавала. Он состоял из двух, и на один, по-моему, мы так и не ответили. Какие есть увлечения в жизни? Увлечения общие. Я могу ответить. Первое, что приходит на ум, мы с Леной большие любители кино. То есть мы смотрим различные фильмы. Разных жанров. Совершенно разных жанров, и 60-х годов, и 90-х, и последние. И даже 20-х. Да, какие угодно мы смотрим фильмы. Это наше основное, это первое, которое приходит домой. Мы ещё уважаем театр. Сейчас, правда, времени не так много, что мы можем было пойти и оценить. Но у нас очень много театр в Донецке, всех приглашаем. Ходили в филармонию несколько раз, да? Тоже получили удовольствие. Масса таких. Единственное, что не могу сказать, что мы увлекаемся спортом. Да я не могу сказать. Но это на проездки дня. Лена просто не имеет, кто-то на велосипеде. Ну да, я на велосипеде катаюсь. А я очень люблю велосипед, а на роликах я не катаюсь. Но будем учиться. Вы на велосипед, Лена на прицеп, на роликах. Да. И поехали. Такой ещё вопрос. Ребята, не жалеете, что вы ставили свою личную жизнь на всеобщее обозрение? Если бы можно было вернуть время назад, приняли бы участие в этом шоу? Да, приняли бы. Как бы оно тяжело всё не было, там не происходило. В какой-то момент даже не хотелось вообще ехать с вами по будущему. Мы приняли бы участие, потому что, ну, всё равно это было весело где-то в конце. Это было столько много позитивных эмоций, радости. Да нельзя сказать, что мы показали свою личную жизнь. Личную, ну, что мы только свадьбу показали чуть-чуть кусочек, 10 минут свадьбы. Мы либо знали, что там будут камеры, мы максимально попытались обойдиться. Мы постарались, да, как бы 4 веселья, да, мы старались, из-за этого очень сильно свадьбу. Каждый гость прошёл индивидуальный инсультаж. Да, начался человек как себя вести. А родители когда узнали, что вот такая свадьба будет у вас необычная? Я вообще не горела, думаю, как папа отреагирует, думаю, мы позвонили прежде всего родителям, прежде чем пытать ответы на телевидение, согласие родителям позвонили. Мой помощник, да наоборот, класс, давайте, попробуем. Да, родители, конечно, поддержали нас. Спасибо вам огромное за это, потому что, если были родители, они просто бегали, знали, 4 веселья, они старались по максимуму выложиться. Да, это же не только родители, старались, как мне показалось, абсолютно посторонние люди. Смотри, допустим, мы покупали торт. Да. Они старались. Да, она замечательная. Ой, да, она замечательная. Самая лучшая. Самая лучшая. И шоу-балет. И шоу-балет. И шоу-балет. И шоу-балет, да. И на одной сфере, ну, везде девушки там шоу-балет был, где-то там танец живота у девушки, ну, а где-то там тоже ансамбль. Ну, у нас очень интересно, красиво, мы шоу-балет. Я вообще считаю, у нас была отличная сфера. Да. Отлично. Еще такой вопрос задает вам Дюня. Расскажите, что произошло в вашей жизни после проекта путешествия? То есть ездили? Нет, мы едем в феврале, потому что будет как раз сезон феврале в Таиланде. И плюс нам будет какой-то праздник интересный, мы рассказали, мы решили ехать все-таки в феврале. И ничего, после проекта ничего не изменилось. Стали немножечко чуть-чуть популярнее, больше узнаваемо. А на работе как коллеги? Коллеги, я где-то, я не зайду в каждый кабинет. Сразу меня притянет каждый кабинет и по 10 минут расскажи, Лена, что там было, что там было. Все интересные такие вопросы задают, всем интересно. Вот такой ажиотаж огромный на работе. На счете терапевтии. Лен, ну съемки-то не один день длились, у вас нормально отпускались с работы или приходилось? Абсолютно. У меня, ну да, мне пришлось последнее свадьбу, было 5 дней просто. Плюс очень дальняя дорога, мне пришлось брать отпуск. У меня свободно отпустили, все понимали. Да, просто у меня очень хорошее руководство, которое всегда может прийти на помощь, вводить ситуацию, положение и помочь. Да, и все вошли в положение, меня отпустили. С вами... У меня сильный секрет, где вы работаете? Я? Донецк Станинологический завод. А вы? Компания Дайте Медикам. Лен, а было что-то такое, может быть, что-то интересное, но не вошедшее в видео-версию, уже ту, которая была по телевидению показана? Было абсолютно все. Может, какие-то курьезные случаи? Курьезные случаи, да, был момент, когда приехали членцы, а вообще все было происходило, а девушка из села, девушка, в селевца. И мы идем по дороге, и к нам на встречу на нас мчится бык. А мы в платье, со всеми девушками на каблуках, и тут все, наверное, у нас снимают, и мы не знаем, в какую сторону, и кричим в три голоса, помогите. Вот это, думаю, такое интересное. А платье красное было, кого-то? Да, было красное платье. Вот, пожалуйста, ответ на... Да, мы успели уезжать от мука, все нормально, без пришествий получилось. Ну, вообще, конечно, то, что сняли, из 100% 90% убрали, и только 10% показали. Конечно, много очень вырезали, то, что было. Даже и скандальные какие-то моменты, очень-очень много все убрали. Ну, и то, что хорошее тоже было. Господи, мне кажется, там столько скандальных моментов, что там уже вырезали. Что же там было в самом деле, если много вырезали. Ну, да, так что, ну, нет, там были какие-то интересные, курьезные, все было передачи. Ну, и последний вопрос. Вас не посещала мысль поучаствовать еще в каком-нибудь шоу? Да, я постоянно на то, что, что, Антон, меняешь жилку? Ну, нет. Логическое продолжение. Нет, мы пока не хотим, пока на этом остановимся. Меняться пока не будет. Нет, нет. Потому что мы по детей, там, меняем идеи. Батька на тату, ахата на тату. Ну, просто мы настолько смотрим передачи, мы 400 лет смотрели ни разу с Антоном. Ну, вот после того, как отправили заявку, присмотрели все передачи выходные, пришлось присмотреть, понять, что там происходит, подготовиться, да, что будет больше, чем ждет. Я всегда говорила, Антон, может, давай откажемся, позволь, мы не можем. Постоянно это было. Постоянно. Даже на этапе вот первая, вторая свадьба, это было постоянно. Да. Я не хочу, меня наила, я устала, я хочу домой. Да, ну, все-таки. А теперь она говорит, вот, да, хорошо, я так довольна, мне так нравится. И тут опять мы видим, кто у нас хозяин семьи. Опять отвечаем на вопрос. Да. Лена? Да. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам. Успехов вам. Прощайте. Спасибо большое.